На празднике морских фонарей в Геншине нам дадут любого 4-х звездочного персонажа из Львэна выбор. Сегодня я пройдусь по каждому и скажу, стоит ли вам его брать или нет. Я думаю выйдет достаточно интересно, прошу поставить лайк и уже подписаться на канал. Сянлин является очень удобным и универсальным персонажем. Она саб-дд и отличный реактор. Ее берут в абсолютное большинство пачек. Хорошо играется с агидродамагерами и не только. Она немного сложна в сборке, но это не является большой проблемой. Все равно вы ее соберете и будете наслаждаться геймплеем. Одним словом, крутой саппорт. Я крайне вам советую ее брать. Но если она у вас есть, конста на нее не будет лишней. Пайдоу может выступать как саб-дд и как основной дд. Она вносит много урона своим лучшим умением, это ешка. Точнее элементальный навык. Ты просто зажимаешь его, враги по тебе бьют, он стакается и ты вносишь кучу урона. На деле звучит очень круто и на самом деле это очень сильно работает. Но мне с одной стороны хочется сказать то, что она очень сильно подходит для молодых рангов. И не то, чтобы я ее не вижу на более высоких. Просто на более высоких рангов уже ее меняют. На более, так сказать, эффективных персонажей. Но это не значит то, что она плохая. Скорее всего я не посоветую брать. Син Цю опять же очень полезный персонаж на уровне Сян Лин, если не пополезнее. Он очень крутой реактор, он вносит очень много гидроурона и гидро статуса. Его созвездия помогают раскрыть его еще больше и он становится просто машиной убийства. Я определенно советую его брать. Если он у вас уже есть, определенно берите созвездия. Оно не будет лишним. Все его созвездия нужны. Нин Гуан это четырехзвездочный дамагер. Отличный персонаж для любителей геоэлемента. Механика ее ширмы в игре одна такая. Что делает ее особенным персонажем? Ставь ширму и пропускай свои тычки. Тем самым бьет сильнее. Но я думаю то, что она очень даже зависима от созвездий. Для любителей можно брать. Чунь Юня в последнее время не любят. Так еще и появилась куча персонажей. И он совсем уж как-то и не нужен. За всех не говорю конечно. Но если посмотреть какой процент им пользуются, то немножко можно и погрустить. А жалко в принципе персонаж интересный. Но наверное он пока что и не нужен особо. Да он может зайти под Аяку, но только под нее и то под нее есть более интересные персонажи. В общем то для любителей геоэлемента брать можно. Но опять же тут даже можно подумать брать или нет. И даже созвездия особо его не спасают. В общем то вариант очень спорный. Синьянь кажется вообще никто не любит. Очень маленькое количество людей. Я являюсь ее мейнером, но превышать я ее не буду. Так что буду судить как есть. Да, персонаж неудобный. Да, она сложна в сборке. Местами слишком много требует. И да, это правда. Она зависима от первого созвездия. И шестое конечно же тоже ей не помешает. В общем то С6 ей точно нужно. Я кстати буду брать на нее консту. Даже так. Брать не советую, ибо это очень плохой вариант для выбора. Ну кому она нравится, в принципе берите. Тут конечно все субъективно. Я кстати ее возьму. Да и физ урон как-то не очень всем и заходит. Янфэ это отличный пиро дамагер. Так еще она 4 звездочная. Значит консту можно получить очень легко. Кстати она зависима от конца. Да, в этом есть что-то у нее. Но это не особый минус, ибо да, легко выбить. Я ее определенно советую брать. У кого нет еще 2 дд на вторую пачку. Отличный персонаж, хоть даже ее сравнивают с кли. Не спорю, они чем-то похожи, но различий хватает. Я про нее знаю много, ибо сам ей пользуюсь. Определенно советую брать. Юнцзинь всегда доказывает то, что она очень полезный персонаж. Дает огромный баф к обычным атакам, что хорошо для многих персонажей и для нового Альхайтама. В принципе это очень крутой персонаж. Стабильная, легко собирается, не очень зависима от созвездий. И просто приятный геймплей. Ей очень легко играть. Определенно берите как саппорта. Яу-Яу это Денрахил. Хотя и не только хил. Она очень хорошо резонирует с другими стихиями. В электропачках она смотрится очень круто. Лично я думаю, что ее будут брать больше всего, потому что это новый персонаж. Ну, старички игры будут ее конечно больше всего брать. Хотя, кто знает. В общем, брать стоит. Это просто тупо очень полезный персонаж. Ну и вот такое вот видео было. Я надеюсь я помог в выборе. Может быть вы просто посмотреть хотели такое видео. Не знаю. Но все же видео закончено. И пишите в комментариях, кого вы сами будете брать. Ставим лайки, подписываемся и удачи.